Республику всколыхнуло резонансное убийство полицейских, которое произошло накануне вечером в Карачаевске в районе Нижнего рынка. Вооруженные преступники открыли огонь по полицейской машине силовиков, в которой на тот момент было три человека. Двое сотрудников погибли, один тяжело ранен. На месте преступления побывала наша съемочная группа. Эксклюзивные кадры и комментарии в материале Фатимы Дауровой. Сейчас мы находимся на том самом месте, где вчера вечером примерно в 23.40 неизвестные обстреляли наряд группы быстрого реагирования, который нес суточное дежурство. Свидетельства нападения очевидны. Это следы гари на воротах и стенах ближайших гаражей, стекла разбитые и, к сожалению, пятна крови на земле. Следователи и полицейские на данный момент проводят ряд оперативных мероприятий по установлению и задержанию причастных к нападению лиц. Место происшествия совсем непримечательно. Район Нижнего рынка. Закоулок, ведущий к гаражам, в конце улицы Тупик. Именно здесь, по версии Следственного комитета России по Карачао-Черкесии, обычное патрулирование стражей порядка закончилось вооруженным нападением, смертью двух силовиков и кражей табельного оружия, а также боеприпасов к нему. Один из погибших, замкомандира мобильного взвода патрульно-постовой службы, лейтенант полиции Мурат Калаханов, почти 10 лет проработал в межмуниципальном отделе МВД России «Карачаевский». За это время, по словам его коллег, он проявил себя квалифицированным инициативным сотрудником, который подходил к работе с высоким профессионализмом. Интересы службы ставил выше личных и его сослуживец, сержант полиции Роман Гущин, который тоже пал вчера от бандитской пули. Вчера при выполнении своего служебного долга мы потеряли наших товарищей, коллег, сотрудников МВД России «Карачаевский», которые являлись жизнерадостными, верными своему долгу, отзывчивыми и добрыми сотрудниками, у которых остались семьи, дети. Весь отдел наш скорпит об этой утрате, и память о них навсегда останется в наших сердцах. Третий потерпевший, имя которого не разглашается в целях личной безопасности, был доставлен с многочисленными огнестрельными ранениями в Карачаевскую центральную районную больницу. Благодаря быстрой, точной и слаженной работе врачей, угрозы для его жизни были минимизированы, и на момент работы над сюжетом решался вопрос о его транспортировке в Черкесск, в республиканскую больницу. Пациент поступил ночью к нам в тяжелом состоянии, множественные огнестрельные ранения, коллектив сработал хорошо, сразу были предприняты необходимую меру, гемодинамически он стабилен. По договоренности с республиканской больницей, больного через час забирают на дальнейшее исследование и лечение. Он не в сознании? Нет, он в сознании, но немножко заторможен ввиду лекарственной терапии, в лекарственном сне пациент находится сейчас. Можно ли прогнозировать что-то в состоянии? Я думаю, прогноз будет благополучным. Для поиска и задержания вооруженных преступников в республике введен план «Сирена», что подразумевает собой меры, принимающиеся в чрезвычайных ситуациях, когда нужно быстро найти и обезвредить особо опасных преступников. Фатима Дорова, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.